МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда пойти учиться и какую профессию выбрать? С этими вопросами сталкивается каждый выпускник. Определиться с будущим поможет наша передача. Здравствуйте! В эфире программа «Один день с профессионалом». И сегодня мы познакомимся с Чебоксарским техникумом транспортных и строительных технологий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нам стоит дом построить? Студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий знают ответ на этот вопрос. Здесь готовят специалистов всех строительных направлений от каменщиков до маляров. Познакомимся с этими профессиями поближе. С чего начинается любое здание или сооружение? С бумаги. А точнее, с разработки проекта. Этот этап важнейший в строительстве. Малейшие ошибки, недочеты могут привести к слабому фундаменту, неровным стенам и неустойчивым полам. Здесь у тебя план дан, ты должен сейчас сделать параметры, параметры окон и двери у тебя даны, ты должен сейчас сделать план с учетом вот этих параметров. Компас «Автокад» с помощью этих специальных программ студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий учатся создавать чертежи, рассчитывать конструкции на прочность и жесткость. При разработке проектов важно учитывать особенности местности, поэтому студенты изучают геодезию. Знание в этой области необходимо на всех этапах строительства, от проектирования до сдачи готового объекта. На занятиях ребята знакомятся с теорией, специальными приборами и инструментами. Какие показания мы можем с вами узнать с помощью тахеометра? Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Проект с компьютера нужно перенести на бумагу, тут в дело вступают печатники. В техникуме уже два года готовят специалистов по направлению «печатник плоской печати». Они учатся настраивать машины, задавать параметры, выявлять брак и печатать оттиски. Эта профессия популярна среди девушек. После того, как проект готов и согласован, можно приступать к строительству. У здания и сооружения возводят из разных материалов, но самым популярным является кирпич. Он прочный, не горит, отлично сохраняет тепло зимой и прохладу летом, обладает хорошей шумоизоляцией. В «Транстройтехе» уже много лет готовят мастеров общестроительных работ. Виды кирпичей, их размеры, типы кирпичной кладки, особенности растворов – все это студенты изучают на лекциях и закрепляют на практике. В производственных мастерских ребята учатся возводить столбы, стены, балконы. Для строительства бывают нужны кирпичи разных размеров. Здесь на помощь приходит камнерезный станок. Работать на этом инструменте ребята учатся со второго курса. У всех желаний есть, но не у всех сразу получается. Кто-то медленно работает, кто-то быстро схватывает. Ну, это индивидуальная работа с каждым у нас, с каждым студентом. У нас сейчас студенты, конечно, требования особые. WorldSkills у нас сейчас каждый ежегодно проходит. Нашим техникам и именно в этом корпусе требования другие, современные. Вот мы стараемся им дать точность, азы, чтобы потом работодатели могли ими гордиться, что они учились у нас. В движение WorldSkills техникум вступил в 2013 году. Многие студенты, транстройтехопризеры и победители регионального чемпионата рабочих профессий. Василий Семенов стал лучшим каменщиком на последнем первенстве. Сейчас молодой человек готовится к отборочным соревнованиям, которые пройдут в Подмосковье. Я сейчас отрабатываю скорость, чтобы быстрее идти. Быстрее всех, чтобы быть первым закончить. Я не знаю, какие сложности меня ждут на чемпионате. Я постараюсь подготовиться получше, чтобы занять первое место. А вот эта профессия востребована во всех отраслях промышленности. Современный мир полностью держится на металле. Сварщики сплавляют воедино металлические конструкции, детали, узлы. От их мастерства зависит качество сварочных швов. Любые ошибки и неточности могут привести к катастрофическим последствиям. Вот на таких имитаторах будущие сварщики отрабатывают различные приемы и навыки. Осваивают новые типы сварки и, главное, учатся правильно вести сварочный шов. Дуга у нас зажигается тыканем и чирканем. Дугу поймали и надежать дугу. И движение колебательное делать. Несколько недель студенты учатся в этой мастерской, а уже после переходят на настоящие сварочные аппараты, где день за днем оттачивают профессиональное мастерство. В помощь новейшее оборудование. Следующими эстафету после каменщиков и сварщиков принимают штукатуры и гипсокартончики или мастера сухого строительства. Эта технология в последние годы стала очень востребованной. Что неудивительно, гипсокартон позволяет без труда выстроить стены, ниши в них, а также многоуровневые потолки и перегородки. Этот материал прочный, легкий и гибкий. Однако у гипсокартона есть и недостатки. Самый главный – хрупкость. Все нюансы работы с этим строительным материалом студенты изучают несколько лет. Строят макеты домов из листов гипсокартона алюминиевых профилей, штукатурят стены. Профессия в сухом строительстве чувакской суббикой востребована. Мы каждый год выпускаем по одной группе, это по 25 человек, и каждый год набираем по 25 человек. Выпускаем специалистов. Профессия «Мастер сухого строительства» появилась в техникуме 10 лет назад. До сих пор получить ее можно только здесь. 7 лет назад в учебном заведении открылся ресурсный центр по обучению технологиям КНАУФ. КНАУФ нам помогает, это, во-первых, для обучения студентов макеты, учебные пособия, книжки, материал – это гипсокартон, профиля, штукатурные смеси, грунтовки и тому подобное. То есть у нас самый современный материал, который производит производитель и представляется на рынке. Они нас, то есть преподаватели обучают каждый год. Проходим повышение квалификации. С таким образом получается, что наши студенты тоже высококвалифицированы. Дмитрий Кабаков с выбором профессии определился еще в школе. Дома вместе с отцом он обшивал стены гипсокартоном и влюбился в это дело. Я уже научился самостоятельно работать, то есть обшивать уже самостоятельно стены. Нам можем работать без мастера уже. Из гипсокартона я могу сделать арки, выемки, потолки. В дальнейшем я планирую сюда поступить работать мастером производственного обучения сухого строительства. А вот в этих мастерских студенты учатся работать с самым живым материалом – деревом и самым крупким – стеклом. Профессия мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ говорит сама за себя. Специалист должен быть мастером на все руки. Обрабатывать дерево, делать заготовки, стелить паркеты, изготавливать оконные рамы и стекла. Денис Михайлов почти в совершенстве освоил эту профессию. В этом году он заканчивает техникум и уже строит планы на будущее. За время учебы я научился резать, пилить, сделать шипы. Я дома самостоятельно построил дом, баню. Сделал лестницу на второй этаж. Я хочу, чтобы в дальнейшем свой бизнес открыть, чтобы цех открыть. Делать пластиковые окна, деревянные окна. После грустовки что мы делаем поверхность? Трещины должны? Частичные подмаски должны делать? Да. Их профессия – одевать стены, полы и потолки. Серое и скучное помещение они могут преобразить кисточкой, валиком и банкой с краской. Стать мастером отделочных, строительных и декоративных работ также можно в этом учебном заведении. На стенах этого кабинета несколько видов декоративного покрытия. Сначала записываешь название, потом смотришь и запоминаешь. Произвольно, хаотичными движениями, как это получается? Произвольно, как плетенка. Вот здесь мы плетенка, техника нанесения с кисточкой. Посмотрел на преподавателя, попробовал сам. В учебных мастерских несколько комнат, в каждой необходимо выполнить определенный вид работ. Люда Евсеева учится на третьем курсе и уже знает много нюансов. Балень держаться должен с уклоном при покраске. Когда снизу красить, надо все время уклон делать. Покрасить стены ровным и аккуратным слоем непросто. Еще сложнее нарисовать рисунок. Ребята учатся переносить на поверхность вот такие геометрические узоры. Все должно быть ровно и аккуратно. В последние годы всю большую популярность набирает окрашивание стен декоративной краской. Она долговечна, не выгорает и не боится ударов. Еще один плюс – отсутствие стыков. Но чтобы все получилось идеально, необходима многомесячная практика. Это хаотик Венеции. И хаотичными движениями на носе. Или можно вот так, восьмерками. Дима Иванов внимательно наблюдается за каждым движением мастера производственного обучения. Он учится на втором курсе и старается как можно быстрее запомнить все нюансы. Практикуются юноши не только в техникуме. Я делал ремонт своей бабушке и не только, но и друзьям тоже. Довольны? Довольны. Мне нравится в этом техникуме, так как здесь постоянно конкурсы, практика и хорошее обучение. Облицовка плиткой – еще один вид отделочных работ. С давних пор она считается настоящим искусством. Мастера-плиточники могут не только выложить ровные стены и полы, они – художники. Только вместо красок и кисти – плитка и клей. Сейчас студенты тренируются выкладывать вот такую стенку. Это, кстати, одно из заданий WorldSkills. Надо тщательнее вырезать, чтобы у нас не оставались такие кромкие плиток. Ребята изучают разные технологии укладки, учатся соблюдать горизонтальность, вертикальность и расстояние между плитками. Денис Васильев учится на третьем курсе по специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Параллельно освоил профессию облицовщика-плиточника. В техникуме работает многофункциональный центр прикладных квалификаций. Я уже и каменщика, и сварщика получил. Но здесь можно также еще получить остропольщика, бетонщика, много профессий. Все знать хорошо – это потому что на стройке пригодится, то, что ты сам можешь, например, показать тому же каменщику, как все-таки правильнее будет. А так-то я хочу все равно занимать руководящие посты, например, техник-строитель-прораб. Чтобы в доме ездил лифт, горел свет и работали электроприборы, нужны электромонтажники. В Транстройтехе открывается новая специальность – монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. Они нужны и для строительного отрасли, ну и для электротехнического кластера. У нас сосед – научно-производственное объединение «Каскад». У них сейчас новый цех, технопарки открывают, и мы ведь учебный план с ним согласовали. Мы уже договорились, что их преподаватели к нам придут. Они знают об устройстве автомобиля и его управлении все, где находится карбюратор и для чего нужен амортизатор. Автомеханики – мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинисты. Стать профессионалом своего дела можно здесь же, в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий. Если выйти на улицы города и посмотреть по сторонам, можно заметить – везде стоят и строятся многоэтажные дома. Поэтому о востребованности этой профессии говорить не приходится. Машинист крана. Кстати, получить ее можно только в этом техникуме. «Майна» – это отпустить, «Вира» – поднять груз. Рука согнута в локте, правая поворот налево – стрело. И левая рука согнута в локте, поворот направо – стрело. Второкурсник Вадим Алексеев показывает основные жесты стропольщика. Специалиста, который ведет крановщика и отвечает за безопасность проведения грузоподъемных работ. Знать их должен каждый машинист крана. Юноша с таким краном управляется легко. Мне нравится работать на кране. Я не боюсь высоты. Здесь обучают хорошо, объясняют все понятно. И хорошие преподаватели. Работать я буду крановщиком сразу же после армии. Поеду в Канаду, так как там крановщики, но достаточно нормально так получают. Ну а пока учеба и практика. Студенты изучают устройства разных видов кранов, грузозахватные приспособления, основные типы строп. На первом курсе практикуются здесь же на тренажерах, на втором – уже на настоящем кране. Кстати, далеко идти не нужно. Но он стоит прямо на территории техникума. Машинист дорожных и строительных машин – еще одна профессия, которую можно получить только в Транстройтехе. И она тоже очень востребована. Дороги постоянно строятся и ремонтируются. Будущие специалисты учатся проводить земляные и дорожные работы, проверять техсостояние машин, находить и устранять неисправности. Сначала на теории, а затем на практике. Я сейчас проверяю, все в порядке ли с фильтром. Посмотрим. Практику проходит и на ведущих дорожных предприятиях республики – Дорис и Дорекс. В техникуме студенты получают две квалификации – тракторист и машинист одноковшового экскаватора. Для них работают дополнительные курсы, то есть они могут расширить свой профиль. Получается, даже с группы стараются, учатся на скрепере, автогрейдере, погрузчиков, других же. Поэтому, получается, выходя из данных техникуме, спрос есть. Сегодня мы на лабораторном стенде, автомобильный генератор, будем проводить исследования. Исследования совместной работы автомобильного генератора и аккумуляторной батареи. Это действующий двигатель ВАЗ-2114. Его работу наглядно изучают будущие мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей – слесари и водители. С каждым годом специальность становится все востребованием. Количество автомобилей возрастает и вместе с этим потребность в профессиональной диагностике и ремонте. Виды и устройства двигателей, а также других механизмов студенты учат не один месяц. В учебных боксах проходит практика – балансировка колес, регулировка фар, правка дисков. Есть даже специальный подъемник, с помощью которого можно изучить автомобиль изнутри. Понимаю, что уже наглядно и своими руками, как бы говоря, все уже с легкостью получается. На практике все лучше усваивается по себе, знаю. Василий Антонов – выпускник этого техникума и теперь работает мастером производственного обучения. Параллельно получает высшее образование. После окончания сельскохозяйственной академии планирую открыть свое собственное дело – автосервис. Хорошо разбираться в устройстве автомобиля и уметь им управлять. Все эти навыки можно получить в «Транстройтехе». Здесь открыта собственная автошкола. Современный автопарк, опытные инструкторы и преподаватели. В автошколе готовят водителей категории А, Б и С. Развитию среднего профессионального образования уделяют большую роль на республиканском и федеральном уровнях. Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий не стоит на месте. Внедряются новые технологии, педагоги регулярно проходят курсы повышения и квалификации. Техникум входит в сотню лучших образовательных учреждений. Пять профессий, которые можно получить здесь, входят в топ-50 самых востребованных на рынке труда. Мы очень серьезно хорошее место занимаем по трудоустройству. 70% с первого раза, первый же год по своей специальности устраиваются. Такой результат подтверждают. В техникуме готовят высококвалифицированные рабочие кадры. А это говорит о выстроенной системе образовательного процесса. Практическое обучение на самых ведущих предприятиях у нас проходит. Ребята серьезную, серьезную практику проходят. И к ним по приказам руководителей предприятия наставников квалифицированных назначают. Это адаптация, социализация студентов. Либо они с помощью наставников очень легко входят в коллектив. Один из давних партнеров «Транстройтех» – строительная компания «Су-28». Кстати, это один из застройщиков нового города. Нам крайне необходимы те специалисты, которые готовят техникум. Мы регулярно вместе с преподавательским составом, наши специалисты, идем друг к другу навстречу, помогаем, обеспечиваем их инвентарем, вниками их производственной программы. По крайней мере, ряд выпускников этого техника у нас прошли путь от обычного рядового специалиста, штукаттора или плотника, и достигли высоты. Условный дом готов. Хотите стать профессионалом своего дела? Тогда добро пожаловать в Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий. Срок обучения по профессиям – 2 года 10 месяцев на базе 9 класса и 10 месяцев на базе 11 класса. По специальностям – 3 года 10 месяцев. Это была передача «Один день с профессионалом». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова